Доброго времени суток, дамы и господа. Я опять у сервиса, выезжаю опять из сервиса. Немножко тут замерз, потому что был на улице, звонил. И кому вы думаете, я звонил, звонил страховым компанией. Но, слава богу, что не в спешку, ищу самую лучшую цену. А почему я на сервисе? Потому что утром хотел пойти к семейному врачу и смотрю, правое колесо переднее, причем это новые колеса, которые я купил, новые шины. Она спущена, и, ну, слава богу, что не полностью была спущена, еще немного было. Я быстро, ну, уже опаздывал к семейному, ну, как опаздывал, спешил, я не опоздал. Спешил к семейному врачу и поехал туда к нему, то есть к ней, к этой новой моей индуски, семейному врачу. Я сделал видео, кстати, на эту тему, на тему медицинского обслуживания, здесь будет интересно. Там была заправка, я немножко подкачал колесо после визита к врачу, и потом позвонил им, и сказали приезжать сюда, потому что это их косяк, и они должны его сами, как бы, бесплатно все устранить. И так они и сделали, только подождал здесь, я не знаю, часа два подождал из одного колеса, но они проверили, сбалансировали заново оба передних колеса. Друзья, это видео о школах в Канаде в целом. Вот могу сейчас сделать видео о школах в Канаде в целом, хочу поделиться мнением, так как есть уже опыт в Нью-Брансвике, друзья, и есть опыт в Альберте, немножко есть опыт уже в Альберте. Почему вам будет интересно? Потому что, вы знаете, Канада это наша четвертая страна. Наши дети ходили в школу в Молдове, потом ходили пару лет в Румынии, потом ходили полгода в Англии, потом год в Канаде в Нью-Брансвике, и потом уже вот, уже несколько месяцев в этом году они ходят здесь, в Калгари, в Альберте. И можно составить свое мнение о разных школах. Наши школы сильнее с точки зрения, как бы, уровня образования, сильнее. У нас было не то, что собрание в школе, а было, как бы, интервью с учителями. Ну, вот, есть два главных учителя у каждого нашего из детей, да. Это учитель по математике и по хюменитес. И вы знаете, что здесь, в Альберте, в Калгари, наш сын, это последний класс в junior high school. То есть, после этого последует senior high school. В Нью-Брансвике он был уже в первом году в high school, у них там нету junior high school или senior. У них там просто high school сразу начинается. Но grade 9, то есть, 9-й год, это у них high school в Нью-Брансвике. Здесь grade 9, это еще junior high school. Это последний год high school, и уже high school у них здесь начинается с 10-го класса. Ну, я говорил об этих отличиях. Но я к чему, что у нас был этот appointment. И учитель по математике у Артура, это сын русских иммигрантов. Его фамилия Шаповалов, я как-то поделился об этом. Он очень молодой, они приехали сюда, когда ему было 5 лет. И он сейчас плохо говорит на русском. То есть, он говорит на чистом канадском английском. Эта школа наша, это индусская школа. И вы не подумайте, знаете, как вот азиаты, вот индусы, у них тоже сильные школы там у себя в стране исхода, в Индии. Они сильные математики, они сильные доктора, они сильные специалисты, и у них сильные школы там. И он говорит, что вы не первые, кто говорите, вот вообще в этой школе говорят, большинство вот это иммигрантов, и большинство из Индии, допустим, из Азии. И там у них сильные школы, то есть, для них то, что мы сейчас проходим по математике, легко дается. А для канадцев, для местных, канадцы местных говорят, что это тяжело для них, понимаете. Дмитрий Шаповалов спросил нашего сына Артура, говорит, а ты проходил вот то, что мы сейчас проходим? Он говорит, да, я это проходил, это было в шестом классе, то есть, или в шестом, или еще в Румынии, когда он был, знаете. Он так удивился, это как бы пару лет разница. Но при всем при этом, друзья, нельзя сказать ни в коем случае, что канадская школа плохая. Я вам сейчас приведу тоже аргументы в пользу этого. Она вот уступает, допустим, по уровню преподавания, допустим, да, европейским школам или нашим школам. Даже в Европе там уровень выше, даже в Англии вот уровень немножко был выше. И мы тоже говорили этому Шаповалову, говорили, вы знаете, как в Англии у них была такая система, что в одном и том же классе делали разные группы. Делали группы для тех, кто уровнем пониже, вот такой элементарный, потом была группа со средним уровнем, и была потом группа с высоким уровнем. А Шаповалов говорит, у нас такое же будет, но у нас такое же будет уже начинается с high school, то есть со следующего года это начнется. А сейчас вот, допустим, в elementary school или primary school или junior high school у них нет такого разделения в классе. То есть у них один уровень для всех, и он довольно-таки легкий для сына. Вот канадская школа, она уступает европейской, и тем более уступает азиатской и восточноевропейской, откуда мы. По хуменитис мы говорили с женщиной на возрасте. Кстати, все учителя практически они либо канадцы, либо вот уже кто же канадцы, как бы вот, как этот Дмитрий Шаповалов, он уже сын иммигрантов, наверное, иммигрант во втором поколении. Но почти уже канадец, потому что он давно-давно имеет гражданство Канады, и он отучился в этой системе координат. Он немножко с нами разговаривал на русском, у него дикий английский акцент, но он учтиво говорил иногда с нами, переходил на русский, сам переходил. Мы учтиво, конечно, переходили обратно на английский, потому что ему это трудно давалось на русском. Ну, короче, вот потом женщина по хуменитис, у сына тоже женщина в возрасте, а у дочки там помоложе, они сказали, что для тех, кто для их уровня, они уже второй год в англоязычной среде, ну, третий год идет в англоязычной среде, потому что год в Англии, год в Канаде, в Нью-Брансвике, и уже третий год здесь. Они сказали, что они справляются, просто чудесно справляются, я обратил внимание, что Артуру сказали, что ему нужен больше формальный язык, академический, так говорит, сказала, что почитала книги тоже, она говорит, вообще он очень классный, он очень трудолюбивый и так далее. А дочке сказали, что она немножко просто стеснительная, вообще она все делает очень хорошо, она просто читает много на английском, и видно, что у нее все хорошо. Еще Шаповалов сказал, что вот он какие-то тесты по математике сделал отлично, а какие-то тесты он не сделал нормально, знаете почему? Потому что он не понял суть вопроса, то есть бывает и такое, что просто как Артур, вот сын не понимает суть вопроса, говорит, я не могу ему оценку ставить за это, потому что это было бы несправедливо говорить к нему, потому что если бы он понял суть вопроса, он бы ответил, наверное, как и предыдущие все ответы, очень хорошо. Я ему поставлю, знаете, как что ему поставил? Поставлю ремарку, что это ELL, English Language Learner. Очень адекватно к этому относятся. Друзья, уже продолжу видео вот в таком формате. Я сегодня прочитал в одном из телеграм-каналов, там есть такие телеграм-каналы, которые говорят типа канадскую правду. Ну вот была очень интересная статья по поводу школы. Друзья, я, конечно, немного опущу, потому что это вот такой сарказм, ядреный сарказм, и он мне не присущ в моих видео, поэтому я его опускаю. Вот немножко так смягчив краски, я вот прочту, ну вообще суть очень интересная. Есть иммигранты, которые любят обсуждать несовершенство школьной системы в Канаде. Возмущению нет предела, когда речь заходит о промокших ногах, потерянных в варежках и потрепанном внешнем виде. Ну, конечно, он не все перечисляет, но читает человек формы и что-то перечислил. Такое впечатление, что у них детства не было, и они не засыпали друг другу песок в глаза, не дрались, не таскали галошу на веревочке. Вот о чем я хотел поговорить. Канадская школа – это глубоко продуманная и отработанная система, кардинально отличающаяся от той, что была у нас на родине. В наших школах всегда во главу стола ставилось изображением порядка и приличия. Постоянные соревнования за оценки, которые лишь в редких случаях являлись отражением знаний. Место работы родителей было важнее внутреннего мира ребенка. Помню, как в моем классе гнобили девочку Сашу за убогие советские сапожки и отсутствие денег в семье. А за мальчика Лешу классный руководитель делала домашнее задание, потому что его родители были профессорами. В Канаде ребенка учат уважать в себе подобных. Ему бивают в голову, что наличие белого бантика на голове и рюкзака Луи Виттон вовсе не делают тебя особенным. Тут учат социальному порядку и социальным навыкам, которые не могут принять их родители, убежденные, что наличие канадского паспорта и дома, взятого в ипотеку на 300 лет, автоматически сделали их канадцами. Ну, как не без правды, правильно? В вагонах метро висит табличка, которая гласит Это выдержка из Ontario Human Rights Code. Это есть в каждой провинции свобода от дискриминации, от преследования, свобода от травли на местах работы и местах учебы и свободный и равноправный доступ ко всем услугам. Я рискую предположить, что первый шаг на пути становления себя как канадца начинается с осознания этих строк. И тот факт, что в Канаде дети-инвалиды учатся вместе с остальными детьми, которым повезло иметь полноценное тело, делает эту страну особенной, а вовсе не легализация марихуаны и доступность кокаина. Дети, в отличие от их родителей, учатся доброте и пониманию того, что проблема не решается путем ее отрицания. Кстати, девочка Саша из моего класса стала охренительно красивой женщиной, построившей свою бизнес-империю. И другие девочки, у которых были красивые сапожки, купленные на рынке Динамо, ей завидуют сейчас. А мальчики, провожая ее молчаливыми взглядами, не хотя идут домой к женам, некогда носившим самые красивые белые батники. Но это как бы мнение вот этого автора я хотел привести, потому что это не бесправда. Я хотел поделиться своим личным мнением об этом. Вы знаете, да, у нас очень много ставится акцент в наших странах исхода на оценке и на успеваемость, и на уровне знаний и так далее. Здесь ставится акцент на социальное поведение. Я учился в советской школе первые годы, начальные классы. Я помню советскую школу, я, кстати, не зазорно об этом говорить. Я был первым пионером в свои года, то есть я и еще 4 девчонки из класса, или 5 девчонок. Нет, всего нас было 5. Они стали первыми пионерами, я к чему-то говорю, к тому, что у меня была одна из самых лучших успеваемых вкладе. Но вот социальное давление или взаимодействие своими ровесниками, там что-то есть хорошее, и что-то есть плохое. И здесь что-то есть хорошее, и что-то есть плохое. Это мое личное мнение. Если бы могли, вот понимаете, вот я не понимаю вот этого, когда человек берет либо сторону жестко-востока, либо сторону жестко-западной системы, да. Мне кажется, истинно где-то посередине, если бы они смогли объединиться и смогли взять самое лучшее оттуда и самое лучшее оттуда, то это было бы круто на самом деле. Даже до сих пор вот в наших школах, что нужно дать сдачи, нужно ставить на место. Я думаю, что и здесь тоже, понимаете, здесь такие же люди и так далее. Но здесь это не поощряется и жестко санкционируется. Там это не санкционировалось так сильно, как будто так и должно быть. Ну и вообще мы не говорим о том, что в Советском Союзе как будто не было инвалидов, понимаете, или там в школах, там места, где могли учиться инвалиды. Там одна крайность была очень жесткая система, а здесь другая крайность. Мне кажется, что много поблажек здесь. Вот мне так кажется, вот мне так кажется, это мое личное мнение, что надо это все как-то объединить и привести к какому-то общему знаменателю. Поэтому я закончу это видео чем? Нашим есть чему учиться у Западу, и Западу есть чему учиться у наших. На самом деле идеализировать одну или другую систему я бы не стал, честно. Я всегда, знаете, как при любом, вообще не только касательно вопроса школы, я буду придерживаться какого-то вот такой объективной, вот какой-то остраненной, как бы средней позиции. Потому что есть у нас многие, которые вот, знаете, как топят то ли за одно, то ли за другую систему, и они идеализируют ту или другую систему. Мне кажется, что идеализировать не стоит, а стоит вот совмещать хорошее оттуда-оттуда и удалить плохое оттуда и оттуда. Конечно, мы сфокусированы на успеваемости. Я как человек, который просто себя заставлял учить и учить. Я ходил дома, я учился, потом приходил домой, я не ходил играться, пока я не сделал домашние задания. И у меня тоже вот такая сфокусирована на успеваемости моих детей. Здесь немножко на другой восмещен фокус, но это не означает, что это плохо. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы и как думаете, пожалуйста, просьба писать в корректной форме, уважительной друг к другу. И я буду рад услышать ваше мнение под этим видео. С вами был на связи Леонид Ионеси. До новых встреч в эфире. Пока-пока.